Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ. И сегодня, для того, чтобы создать новогоднее настроение в нашей студии, к нам заглянул Михаил Левин, ректор Московской Академии Астрологии. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы сегодня у нас... Как вам моя шапочка? Да, отлично! Вы в образе кого? Знаете, надо чего-нибудь веселое к Новому году. Нет, Мороз, Санта-Клаус. Кто? Кто вы? Ну, шапка-то больше Санта-Клауса вообще. И борода такая подходящая. Да, но и звездочеты тоже положено что-то вроде такого колпака. Правда, там звезды должны быть. Ну, ничего страшного. Хорошо. Хорошо. Один год заканчивается, другой год начинается. Есть ли желание вообще оценивать то, что прошло? И надо ли это делать? Мы обязательно провожаем Новый год. Мы обязательно провожаем Старый год. То есть, вот как бы подвести итог... Вообще в оккультизме считается, что хорошее начало очень важно и хороший конец. Вот две вещи. Хорошо начать, хорошо завершить. Год заканчивается. Кратко по очереди каждый из участников подводит итог. Вот. За что он хотел бы поблагодарить Старый год? Что для него самое существенное было в этом году? Подвести, поблагодарить, проводить. Это такая серьезная ритуальная процедура с завершения года. Да. А что она дает для участников, которые... Вы же не участвовали в событиях года другого человека? Во-первых, это некоторые... Вот когда что-то идет по кругу, это совместная концентрация. Во-первых, участвовал. Если вы связаны с человеком, вы все равно как-то косвенно, эмоционально, даже если вы ничего не знаете, все равно участвуете. Его жизнь как-то влияет на вашу. И ваша жизнь на него. Мы совсем не отдельные личности. Во-вторых, что важно, что-то из этого года перейдет в будущий год, перейдет в вечность. Вот подвести итог, что-то взять с собой в дальнейшем своем путешествии. А что-то вот оставить. Хорошо. Есть такая детская песенка. Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Мы постоянно друг другу что-то желаем. Ну, как правило, это же, смотрите, здоровье, счастье, благополучие, еще что-то. Почему наши пожелания в отношении других людей очень редко когда сбываются, а то и практически никогда? Ну, это, вообще говоря, наследие очень древней оккультной процедуры. А, то есть опять-таки мистика какая-то, да? Маги в чистом виде. Серьезно? Вообще так-то. Еще с глубокой древности считалось, что каждый цикл надо начинать особым образом. В Вавилоне праздновали обязательно начало каждого месяца, а начало каждого года особо, потому что оккультисты знают, что вот когда цикл только начинается, надо туда дать хороший импульс, чтобы этот импульс целиком по году шел. На самом деле это пожелание, это импульс. И если грамотно пожелать, то сбудется неконкретная вещь. Может, конкретная вещь зависит все-таки очень много от обстоятельств. Можно задать позитивное осветление, вот как бы, чтобы вы позитивно прошли весь этот год. Здоровье, если хорошо пожелать здоровья, оно, может быть, станет несколько лучше. А что у нас? Не хватает какой-то силы слова, что ли? Я уверен, что 90% пожеланий начинаются со слова «здоровье». Желаю тебе крепкого здоровья. И в результате у нас страна, в которой куча больных людей. Дело в том, что это же тоже целая философия. Если вы желаете чего-то, мысль – это очень большая сила, но надо, чтобы мысль была сильна. Во-первых, надо желать, не сомневаясь, уверенно верить в то, что ты желаешь. Во-вторых, надо сконцентрироваться, надо собрать мысль. Во-вторых, желание должно быть подкреплено мощным чувством. Мысль без чувства не имеет силы. Вот если импульс, идущий от сердца, импульс, идущий от ума, соединятся, вы действительно всей силой пожелаете, но без сомнений. Если есть сомнения, а вдруг не сбудется, все, ваша двойная мысль раздваивается, она теряет свою силу. Вот мы как раз так на Новый год и устраиваем такие ритуалы. Хорошо. Вы сейчас сказали, что была традиция праздновать начало каждого месяца даже. В Вавилоне, да, так и у Иудеев. В Вавилоне сейчас тоже самое. Вы астрологи и так нам все сдвигаете? То есть по астрологии, насколько я знаю, год вообще не 1 января начинается, а 22 марта. Да. Месяц тоже как-нибудь не так начинается? Но это Новолуния. А, с Новолуния все-таки. Да, там лунные месяцы, конечно, были. Это каждое Новолуния, точнее, новомесячие, когда серпик Луны появляется впервые, становится видим, появляется над горизонтом. Ну, тут же в Синедрион или в Совет Жрецов приходили свидетели, специальные наблюдатели смотрели, когда появятся, спешили в Совет Жрецов доложить о том, что появилась новая Луна. Они посылали проверить, не перепутали они с каким-то другим явлением. И после этого объявлялось начало нового месяца. Официально его праздновали. Почему? Потому что начало каждого цикла надо заложить позитивный импульс, чтобы этот импульс шел по кругу до следующего цикла. Что, нам надо закладывать, чтобы у нас год хороший случился? Ну, каждый закладывает свое. Но мы вот, скажем, уже несколько лет, довольно много, у нас такая традиция встречи Нового года. То есть сначала у нас проводы старого, как я уже сказал. А потом мы Новый год встречаем не шампанским. То есть шампанское, там какое-то количество еды стоит готовое, встретить Новый год новогодней медитации. То есть вот собрать мысль, коллективную мысль, собрать, сконцентрировать ее. Покруг елочки? За столом, скорее всего. Елочка в стороне чуть-чуть. Хорошо, когда мы видим друг друга, а елочка все-таки будет мешать этому. Каждая медитация, она связана с той планетой, которой начинается год. Но в целом это одно и то же. Это принять свет с неба, принять его в себя, наполниться, распространить его по кругу вокруг себя. И когда коллективный свет сливается, здесь возникает мощный поток и мощное ядро света. Вот этот свет распространить по всей Земле. У нас разные вариации, тема там в зависимости от года. Иногда медитация, тема основной медитации является любовь, иногда истина, иногда мудрость, иногда правда, иногда добродетель. Но вера, как основные высшие символы планеты, вот они дают такую медитацию, вот какой-то позитивный импульс, сопровождающийся, вот обязательно тем, чтобы это весь мир покрыло. И должен сказать, что, во-первых, это Новый год встречается по-другому. Люди, которые приходили, приглашали людей, которые не имеют такие практики, говорят, вот, наконец я встретил Новый год так, как надо. Понимаете, хочется, вот это же из древней идет, вот это желание, что-то очень светлого, радостного в Новый год, очень светлого, чтобы он был какой-то особый. И начинается там шампанское, шутихи, всевозможные фейерверки, попытка внешне как-то его наполнить, вот это внутреннее наполнение, оно настолько сильное, что мы долго не можем прекратить, где-то у нас идет полчаса медитации, хотя достаточно минут 15. А потом мы опять встречаем пожеланиями опять по кругу. И каждый встает по очереди, и говорит, что бы он хотел от этого года. И весь круг своей мысли, поддерживать его желания, как бы запускает в небо, чтобы небо ответило. Но обычно мы не желаем там таких конкретных вещей. Например, хочется, чтобы год был, нас наполнили любовью, чтобы был более творческий, или чтобы какое-то вот единство возникло в определенном кругу. То есть пожелания такие, я бы сказал, более духовные. У свойства, хотя иногда и бывают материальные. Но когда группа вместе, коллектив, несколько человек соединяются вместе, когда их мысль соединяется, причем искренняя мысль, с полным желанием, она работает. Ведь сказано в Евангелии, что когда двое или трое собраны во имя Мое, то я среди них. И вот я приглашаю всех желающих. Это распространено. Ритуал, нам не надо собираться вместе у нас. Это все, где бы вы ни находились, в своем месте. Провести такую процедуру. Постепенно, кстати, круг участвующих расширяется. Народ говорит, что очень нравится, что вот это настоящее, действительно, это делает год праздником. Мы эти годы, мы вообще телевизор не включаем, некогда. И при этом расходимся обычно часов шесть. То есть идет ярко открытая беседа. Потом ритуал новогоднего гадания, там поэдзин, иногда мы воск выливали. Только не астрология. Потому что астрология – это работа, а гадание – монетки бросать, цветы. То есть разные формы гадания, новогодние с пожеланиями. Это удивительно хорошо, удивительно светло проходит. Хорошо. Что ожидаете от года наступающего? Что желаете себе в наступающем году? Вы знаете, у меня, в общем, уже такое время в жизни, что когда самое главное – это работа. Это то дело, которое ты делаешь. И учеба. Это тот путь, к которому ты идешь. Хотелось бы продолжать этот путь, идти со своими друзьями, с теми, кого я люблю. Вместе. И делать то, что должен делать, вот это, чтобы это делать. Себе бы я пожелал, чтобы Бог и Учитель всегда были со мной. Указывали мне на мои ошибки, поддерживали меня в позитивных начинаниях. Показывали мне путь, чтобы моя жизнь была наполнена светом. И смыслом. Вот больше ничего мне не надо. Сейчас нас смотрят люди, которые, может быть, видят нас с вами первый раз, а может быть, есть люди, которые, например, ваши ученики смотрят. Тогда надо Лысину показать. Обязательно. Познакомьтесь с теми, когда видят первый раз. Ну, шапка хороша, жалко расставаться. А не расставайтесь, пожалуйста. Давайте что-нибудь им пожелаем к этой прекрасной дате и на будущий год. Я хочу сказать, я никогда не желаю так, чтобы у вас все было хорошо. Я говорю всегда, как только такое пожелание слышу, все хорошо никогда не бывает. И лучше, чтобы что-то было, чтобы были проблемы, чтобы были трудности, чтобы что-то было плохо. Не самое главное. Да, конечно. Потому что, понимаете, когда все хорошо, это очень опасно. Когда совсем все гладко, потом подсовывают большие неприятности. Равно не бывает. Поэтому я как раз такие предложения. Нет, я обычно... Вот что я желаю искренне, если я не знаю конкретно человека, не знаю, какие у него нужды, то я желаю то, чтобы у него жизнь была наполнена, чтобы она была полна, чтобы у него было чувство, что вот его жизнь осмыслена, что содержательно осмыслена, что ему хочется жить и продолжать жить так же. Вот. Чтобы это было наполнено внутренним светом. Ну и все. Избегать страданий не желаю. Страдания очень важный элемент жизни, который, если они приходят, их надо принять. А вот чтобы все, что происходит, чтобы было осмысленно, наполнено, чтобы чувство полноты жизни, что ты живешь на полную. Вот это я желаю всем моим зрителям. Спасибо. С Новым Годом! С Новым Годом! У нас в гостях сегодня был Михаил Левин. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Уважаемые зрители, мы продолжаем наш новогодний марафон на канале Баланс ТВ. Смотрите нас, заходите к нам на сайт и всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»